Эльза Ким – одна из первых, кто получил работу в общественной организации «Солидарность». Месяц назад ей предложили должность организатора клубной деятельности, и она согласилась. Опыт работы с людьми у Эльзы Ким есть. Прежде она давала уроки музыке студентам, также организовывала выездные мероприятия. Чем будет заниматься на новом месте, уже есть идеи. Поэтические, музыкальные часы у нас будут. Будем вязать перчатки, варежки, жилеты. Самое элементарное, что можно сделать нашими руками. На данный момент в клубе пока идет ремонт помещения, где будут проходить встречи. В «Солидарности» больше 50 человек, и все смогут прийти сюда уже в октябре. В планах организации также найти для инвалидов и работу. Это может все, что угодно быть. Это может быть и пошивочное ателье, это может быть, вот у нас была автостоянка, может быть и автостоянка. В зависимости от того, сможем ли мы найти участок подходящий. Новые возможности для организации открылись получением гранта, который «Солидарность» выиграл в краевом конкурсе. Были закуплены компьютеры, рабочая мебель для граждан с инвалидностью, для специалиста по делопроизводству и руководителя клуба по интересам. Сумма гранта – 200 тысяч рублей. Этот грант можно получить ежегодно. Подать заявку могут все работодатели края, в том числе и некоммерческие организации. Мы публикуем извещение о проведении конкурса, собираем заявки, проводим конкурс и заключаем договоры на предоставление гранта. У работодателей есть 4 месяца на то, чтобы закупить оборудование и принять на работу инвалидов. Конкурс на предоставление грантов для организации рабочих мест инвалидам проходит в крае с 2020 года. За это время более 10 работодателей создали 13 рабочих мест. Всего в Хабаровском крае живет около 60 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Яна Ленкевич, Константин Пестерев для Большого Города.